так ну есть цвета которые мне более-менее понравились как вы видите и снова всем привет на канале олег нестеров брест и сегодня как и обещал мы проведем еще несколько тестов краски новый так сказать экспериментальный и подберем какой же цвет нам все-таки подойдет на калибру выбирать я буду много цветов тем более хочу добиться одного эффекта то есть чтобы машина была черная но под солнцем небольшой перелив был в какой-то цвет красок много и все мы их попробуем чуть позже но сегодня мы попробуем два варианта и попробуем его четырьмя способами покрасить но с утра для заряда бодрого и хорошего настроения как всегда они тут муж жену спрашивает марша шо это у тебя там холодильнике то то лёшина мясо маша а это никак не связано с тем что я алексея уже не вижу две недели у нас имеется несколько машинок похожих на калибру то есть и краски мкс в с я выбрал два цвета принципе по нему и будем ориентироваться но одну машину покроем просто посмотрим насколько укрываемость каждым слоем идет краски до одну машину покрасим базой черный и на черной базе так аккуратно держи дадим высохнуть так выглядит просто база еще без лака мск красочку у нас будет с красноватым оттенком позже когда я выберу цвет красочка мне понравится я дам контакты где эту краску можно купить но один экземпляр мы сделаем тоненький свой еле заметно на 2 чуть побольше пару слоев тут забивает свет уже ту же краску заваливаем на белый цвет как видите она красноватая а там она имеет коричневый оттенок ну и сделаем еще два экземпляра я хочу попробовать еще краску с вес ну и берем мы берем краску с 21 также немножко укрытие Рывистость хорошая. Ну и так же наносим тонким слоем. На одну наносим тоненький слойчик, чтобы у нас проглядывалась база. Так, слегонца. Но вторую деталь мы это сделаем побольше. Ну а чтобы совсем было ясно, что это за цвет, мы нанесем его в красный. Я что-то думал он сиреневый. Сейчас подсушим, нанесем полный цвет его родной. Ну и то есть у нас шесть выкрасов. Сейчас мы их покроем лаком. Давай, так сначала. Ну и сейчас немного подсушим и посмотрим, что у нас получилось. Так, ну и есть цвета, которые мне более-менее понравились. Как вы видите, вот машина смотрится черной, но на ней видно металлик. И если вот так вот сделать, то же она играет цветом. Вот этот цвет такой, перезаревшая вишня, тоже красиво смотрится. Ну как бы нравится, сам цвет нравится, но... Не знаю, видно, нету он его. Ну это так себе говнецо. Здесь вот машина смотрится практически черная, но если ее... Вот как видно, она черная, но с переливом. То есть здесь мы тоже сделали один слой и... Нет, здесь два слоя. А вот здесь вот один. Машина смотрится чисто черная, но если нас направить на нее, мы видим переливчик. Да? Ну это тут не хватило, краски закидали. Ну мне нравится вот этот цвет. Ну красный у меня не будет, жалко. И вот эти два. Что-то из этих будет покрашено, наверное, калибра. Ну мы еще будем испытывать. Ну я надеюсь, вам понравилось. Под видео я напишу комментарий, какая по счету машина вам понравилась. Будем считать по счету, да? Можете перемотать видео, если не запомнили цвета. Слева направо по счету. Ну и под комментарием, конечно же, ставим лайк. С помощью двух красок можно добиться шесть цветов. Ну, если поиграть базами, если поиграть слоями, здесь можно штук тридцать найти оттенков, да? Поиграться. Как бы краска вроде одна, а выкрасы все разные. Пробуйте. Если вы хотите какой-то интересный цвет выбрать, пробуйте. Ссылочку на данные краски я дам чуть-чуть попозже. Человек занимается в Магнитогорске. Спасибо ему большое. Будем пробовать, что-то выбирать. Но сегодняшний эксперимент уже ближе к теме. Мне уже больше нравится. Так что не забываем ставить лайк под видео, если вам понравилось это подстегивать. У нас что-то делать дальше. Ребята, заканчивайте уже с машиной. Да, завтра уже до собираем. Делитесь видео. Ну, а на сегодня все. Хотелось бы пожелать всем здоровья, крепкого, настроения бодрого. Ну, и, конечно же, добра и бабла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...